Всем привет! Новое видео на канале GadgetMoney. Сейчас я постараюсь заменить дисплей на своем iPhone 5C. Дисплей, распаковку можете посмотреть, приехал из Китая по ссылкам, можете посмотреть на канале. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится пинцет, нам понадобится отверточка, нам понадобится, соответственно, новый модуль, старый телефон с сломанным модулем, вот такая вот резинка, присоска для того, чтобы снять старый дисплей. Итак, начинаем, поехали! Дорогие мои москвичи, так, итак, перед тем, как, соответственно, снять старый дисплей, нам нужно, судя по всем гайдам, это раскрутить вот этих вот два винта. Для этого нужна вот такая вот отверточка со звездочкой. Вы можете это приобрести в магазинах вашего города, либо непосредственно заказать набор из Китая. Он будет стоить там порядка 150-200 рублей. Некоторые продавцы кладут вместе с дисплеями. Мне не положили такие вот отверточки. Не положили в набор. Сразу скажу себе напоминание и вам напоминание о том, что запоминайте последовательность винтов, потому что, скорее всего, каждый винтик, не скорее всего, а более чем уверен, каждый винтик принадлежит для определенной... В определенном месте должен, в общем, закручиваться. Итак, берем присоску. Конечно же, я не работаю в сервисном центре, поэтому у меня особого приспособления для снятия этой штуки нету. Но вот такая вот присоска. С помощью нее я сейчас попробую снять старый дисплей. При этом он работает, при этом его надо еще не повредить. После того, как вы с помощью присоски смогли отсоединить дисплейный модуль от айфона, аккуратно, не дергая его, соответственно, положите его на стол и на ту поверхность, на которой вы будете это делать. Здесь присутствует вот такая вот защита шлейфов дисплея. Открутите непосредственно 4 винтика и аккуратно подденьте шлейфа дисплея и снимите старый, уже как раз битый дисплейный модуль. Снятый старый дисплейный модуль выглядит следующим образом. Не спешите его выкидывать, потому что нам понадобятся следующие запчасти. Кнопка Home, защита дисплея, вот этот вот шлейфик, динамик и модуль камеры и датчики приближения освещения. В общем, как-то так. Давайте уже приступать к их разбору. Сам смартфон изнутри выглядит, соответственно, вот так следующим образом. Итак, мы подготовились к следующему этапу. Мы, соответственно, сняли датчики камеры с этого места. Также там была небольшая такая прокладочка. Мы сняли кнопку Home и по периметру, соответственно, самого дисплея у нас была защитная рамка. Мы тоже ее сняли. Занимает это порядка 5-10 минут в зависимости от прямоты ваших рук. Достаточно все просто и есть подробные туториалы на YouTube. Но, опять же, все последовательно откручиваете, аккуратненько ничего не дергаете, не цепляете. И да будет с вами, как говорится, счастье. Особенно вот здесь вот этот датчик, который надо, шлейфик, точнее, который надо открепить. Датчик со шлейфиком открепить аккуратно от корпуса самой защитной рамки. Так, едем дальше, переставляем уже все это дело на новый дисплейный модуль. Собираем все обратно. После того, как вы все сначала разобрали, сняли со старого дисплея. Вот, для примера, старый сломанный дисплей, на котором присутствуют трещины. Он, в принципе, рабочий и его можно использовать для тестирования, допустим, других девайсов, работают они или нет. Значит, мы сняли кнопку Home. Здесь, соответственно, два болтика. Потом аккуратно подцепляем шлейф кнопки Home. Далее мы сняли динамик. Мы сняли вот этот вот шлейф вместе с модулем камеры. Это одна большая такая вот запчасть. Она находилась вот здесь вот. Также здесь у нас является небольшая такая вот рамочка, которая... Защитная рамка экрана. Все это просто снимается со старого дисплея и перекидывается на новый дисплей. Действуйте последовательно. Запоминайте, где какие болтики, либо разложите их просто на поверхности. Опять же, болтики и винтики все очень и очень тоненькие, очень и очень маленькие и быстро-быстро теряются. Итак, осталось всего лишь подключить. Итак, друзья, вот у нас старый дисплей. Он вы можете, наверное, не видеть, потому что, соответственно, здесь светоотражающая специальная такая пленочка стоит. Ну, вот здесь вот экран в трещинках и, скажем так, использовать со временем, конечно же, надо менять. Путем... Я делал это в первый раз, мне было страшно, ужасно. Путем вот таких вот, такой вот достаточно сочный дисплей. Сейчас мы его сделаем поменьше. Яркость путем получасовых моих страданий, путем замены, соответственно, всех деталей на нужные. Мы собрали воедино тот дисплей, который к нам пришел. Сразу отмечу плюсы, которые я, как сказать, отметил, ну, то есть, заметил сразу же. По углам у нас защелка, защелки защелкнулись, то есть, у нас никаких проблем нету. Корпус, в принципе, нигде не прогибается, все достаточно хорошо зафиксировали. Сейчас мы завинтим вот этих последних два болтика и, в принципе, замену дисплея на айфоне 5C. Да, они аналогично меняются, в принципе, на любых айфонах. Единственная поправочка, единственная какая. Надо понимать со всей ответственностью, что на всех айфонах, которые старше пятерки, в них уже присутствует модуль отпечатка пальцев. И, соответственно, чтобы вам не дернуть кнопочку вместе со шлейфами сканера отпечатка пальцев. В общем, делайте это аккуратно, делайте это в домашних условиях. Даже вот такой вот рукожоп, как я, смог это себе позволить. И, в принципе, за вменяемые деньги поменял на своем стареньком айфоне 5C. Вот такой вот нормальный поставил дисплей. В итоге, после всех манипуляций мы получаем вот такое вот идеальное стеклышко. Точнее, идеальный дисплей с идеально наклеенным защитным стеклом. Смартфон видал виды, но он еще поживет определенное количество времени. Вроде все проверил, тестовый звонок проверил, иконочки все движутся. Поэтому могу рекомендовать вам этого продавца в качестве хорошего, соответственно, поставщика LCD-дисплея для всевозможных смартфонов, в том числе для айфона 5C, если у вас он, не дай бог, сломался у вас экран. Поддержите это видео лайком. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно проходите в нашу группу ВКонтакте, вступайте в нее. Там, скажем так, анонсы быстрее и первее всех. Подписывайтесь на наш инстаграм. Конечно же, пользуйтесь нашим купонным сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на покупках в интернете. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok